Праздничные выходные в Соединенных Штатах закончились. Впереди будни, причем, похоже, хмурые. Это свежий обзор рынка акций США. Здравствуйте! В следующие несколько минут мы расскажем о главных предпосылках дня. Первое, что хочется сказать – пристегните ремни, вы на американских горках. Рынки сегодня взяли серьезный разгон и со всех ног бегут в убежище. На сцене перспектива глобальной рецессии. На нервах инвесторов она играет первую скрипку. Похоже, после Дня независимости Уолл-стриты ждут тяжелое похмелье и день бегства от рисков. Еще до открытия бирж фьючерсы на американские акции отыграли ранее достигнутые позиции и ушли в минус. Пессимизм в отношении мировой экономики не пересилили даже хорошие новости о возможном снижении тарифов на товары из Китая в США. И топовые индексы все же теряли в весе шагом от 0,9% до 1,26%. Таким образом, перспектива дня выглядит минорной, а торговый диапазон для S&P очерчен в пределах уровней 3690 – 3790 пунктов. Новость о том, что Джо Байден планирует отменить некоторые тарифы для Китая, чтобы снизить нагрузку на глобальные цепочки поставок, воодушевила рынок, но ненадолго. Заряд оптимизма был нивелирован опасениями глобальной рецессии. Данные, опубликованные во вторник, показали, что рост бизнеса в еврозоне еще больше замедлился в прошлом месяце. А прогнозные индикаторы предполагают, что в этом квартале в регионе может начаться спад, поскольку кризис стоимости жизни заставляет потребителей насторожиться. Индекс деловой активности во Франции вышел ниже ожиданий. В Великобритании показатель был оптимистичнее прогноза. При этом управляющий Банк Англии в своем выступлении нарисовал крайне хмурую перспективу ухудшения мировой экономики. И призвал банки увеличить резервы капитала, чтобы они могли пережить шторм. Высокая инфляция, продолжающаяся политическая напряженность и ужесточение денежно-кредитной политики делают текущие ситуации на рынке крайне сложной для инвесторов. Рынки полностью связаны с риском рецессии, так считают эксперты JP Morgan. А по данным Намура, в течение следующих 12 месяцев рецессия помимо США грозит и Великобритании, Японии, Южной Кореи, Австралии и Канаде. Несмотря на то, что индекс S&P500 уже упал примерно на 21% за первые шесть месяцев года, Goldman Sachs уже подсчитал, что индекс может достичь уровня в 3600 пунктов в случае дальнейшего спада. На данный момент экономисты банка видят 30% вероятность рецессии в США в следующем году и примерно 50% в течение следующих двух лет. Кроме страха рецессии и удручающих прогнозов экономистов на акции BigTech, таких как Alphabet, Amazon, Apple, Meta и Microsoft, сегодня давят новые правила, одобренные в ЕС. В дополнение к закону о цифровых рынках, законодатели также одобрили закон о цифровых услугах, который требует, чтобы онлайн-платформы делали больше для контроля за персональными данными пользователями и незаконным контентом. С учетом этого и на фоне глобального бегства от риска ценные бумаги топовых технологических корпораций теряли от 1 до 2,5% еще в рамках премаркета. Акции Tesla вообще снизились на 3,03%, так как поставки электромобилей компаний во втором квартале упали по сравнению с предыдущим кварталом из-за проблем с цепочками поставок. Чем хуже ситуация в мире, тем лучше дела у индекса доллара. Американец сегодня устроил настоящий спринтерский забег по отношению к корзине из топовых мировых валют. За день котировка USDX прибавила 1,3% стоимости и достигла высоты 106,5 пункта. На этом фоне торговый диапазон для индекса отчерчен в пределах уровней 106.30 – 107.20. Индекс доллара снова на максимальных за два десятилетия значениях и, похоже, решил выжать новый максимум из тотального уныния по поводу будущего мировой экономики. Экономическая неопределенность и смутные перспективы еврозоны сегодня сияют довольно ярко из-за газового противостояния. Скачок сырьевых цен, запланированное отключение северного потока и потенциальное использование газовой трубы в качестве рычага давления на Европу и Германию в частности, привели сегодня единую европейскую валюту к минимумам. Евро упало на 1,63% по отношению к доллару до отметки 1,0261. Это самый низкий уровень с декабря 2002 года. Аналитики снова заговорили о близящемся паритете евро и доллара. Снизились по отношению к американцу и другие топы, так что перспектива дня для доллара более чем радужная. Что касается пары USDCAD, то она сегодня полностью отдалась долларовому импульсу и вместе с другими топовыми валютами ослабла до отметки 1,3000. Перспектива дня – дальнейший рост, а торговый диапазон очерчен в пределах 1,2990 – 1,3060. Ослабление канадца сегодня усугубляет существенное снижение стоимости сырьевых товаров. Фьючерсы на нефть марки Brent рухнули на 5,63% до 107,07 долларов за баррель, а нефть WTI упала на 4,79%. Существенное снижение котировок отражает общий разброд и панику на рынке. Около 15% норвежских нефтяников и газовиков являются членами бастующего профсоюза Le Derne. Они требуют повышения заработной платы, чтобы справиться с ростом инфляции. Эта забастовка может усугубить энергетический кризис в Западной Европе, поскольку Норвегия является крупнейшим нефтепроизводителем и производителем газа в регионе. По данным Министерства нефти и энергетики Норвегии, страна обеспечивает от 20 до 25% потребности ЕС и Великобритании в природном газе. И все это может ударить именно по производственной активности в еврозоне, и это только лишь усугубляет страх экономического спада. Не обошло бегство от риска и криптовалютный рынок. Несмотря на то, что цена биткоина оставалась выше зоны поддержки 18 800 долларов, актив начал демонстрировать минорную динамику. Учитывая корреляцию биткоина с фондовым рынком и обратную корреляцию с индексом доллара, сегодня можно ожидать нового теста уровня поддержки на 18 800. Возможно, в этот раз продавцы смогут пробить знаковую высоту, и котировка опустится к следующей поддержке – 18,5 тысяч. В качестве альтернативного сценария движения актива дальнейшие колебания в пределах отметок 19 000 и 20 000 долларов. Таким был взгляд на будущий торговый день от нашей